Установить прямое авиасообщение между Нурсултаном и Цюрихом предложил президент Швейцарии Ули Маурер уже на встрече с президентом Казахстана. Маурер в столицу нашей страны прибыл с официальным визитом. Тет-а-тет, переговоры и встреча в расширенном формате прошли за закрытыми дверями. Зарине Ахмеджановой удалось выяснить, о чем говорили на самом высоком уровне. Теплое рукопожатие даже в морозный ноябрь. И это не случайность. Ведь Касым Жумар Тукаф и Ули Маурер знакомы давно. Последний раз они встречались в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. И вот спустя два месяца президент и по совместительству министр финансов Швейцарии прибыл в Казахстан. После традиционной торжественной части главы государств провели двусторонние переговоры. Мы рассматриваем Швейцарию в качестве одного из самых важных партнеров нашей страны на европейском континенте. У нас сложились традиции доброго сотрудничества во всех сферах и особенно в экономической сфере. Швейцария является одним из основных инвесторов казахстанской экономики. Господин президент, я бы хотел выразить вам сердечную признательность за такой теплый прием. И хотел отметить, что уже с самой первой секунды я чувствовал себя здесь как дома. Выражаем вам благодарность за политическую поддержку. У нас одинаковые цели и одинаковые идеалы. В региональной и глобальной повестке дня у двух государств взгляды тоже совпадают. За общий стол переговоров все стороны сирийского конфликта впервые сели именно в нашей столице. Астанинский процесс укрепил женевские переговоры. Впрочем, точек соприкосновения между Казахстаном и Швейцарией немало и в экономической плоскости. В республике действуют 69 совместных предприятий и еще свыше двух сотен компаний с участием швейцарского капитала. Диалог с сторон продлился дольше запланированного времени. Почти два часа за закрытыми дверями. Это вполне объяснимо, ведь из Швейцарии в Казахстан прибыла крупная бизнес-делегация. И не с пустыми руками, а с конкретными бизнес-проектами. Швейцарская сторона приехала с очень хорошим пакетом в сфере индустриального и транспортного блока. И мы планируем провести ряд переговоров по транспортному машиностроению. Транспортная логистика, химическая промышленность, туризм, аграрный сектор. Это далеко не полный перечень направлений с серьезным потенциалом, где можно и даже нужно работать. И Швейцария, признанная главным банковским и финансовым центром мира, заинтересована в казахстанском рынке. Об этом говорит поток прямых инвестиций. В прошлом году европейское государство влило в нашу экономику 2,5 миллиарда долларов. Из общей картины выбивается только один показатель. Второй год снижается взаимный торговый оборот. Основная причина снижения товарооборота в том, что 80% торговли состоит из энергоресурсов. Это нефть и так далее. И когда цены на сырье снижаются, соответственно падает и объем взаимной торговли. Мы встретились и предложили нашим коллегам из Швейцарии список из 103 наименований товаров казахстанского производства. Это может увеличить объем несырьевого экспорта на 500 миллиардов тенге. Кстати, объем экспорта из Казахстана в 16 раз превышает поступающий из Швейцарии импорт. То есть они готовы у нас покупать. А мы готовы у них учиться. Нам есть чему учиться у швейцарских коллег, в том числе и переработка. Мы сейчас ведем переговоры, планируем открыть совместное предприятие по переработке молока, а также в планах создания научных селекционных центров. Касым Жамар Токаев подчеркнул, что главная задача в диверсификации структуры товарооборота, чтобы увеличить несырьевой компонент. Сегодня мы заслушали информацию руководителей крупнейших швейцарских компаний, которые выражают заинтересованность в работе на казахстанском рынке. Мы договорились с господином Мауэром, что с нашей стороны будут создаваться все необходимые условия для их последующей работы в Казахстане. Нам нужны новые высокотехнологичные якорные проекты. В Казахстане имеется большой спрос на создание инновационных производств. Мы стремимся к развитию двусторонних отношений, которые основываются на трех компонентах. Мы хотим развивать не просто обмен товарами. Мы хотим взаимодействовать в области обмена знаниями, обмена опытом и технологиями. Нам важно создание совместных предприятий. Есть и третий аспект – мы хотим поддерживать культурный обмен. В качестве примера мы упоминали, что нам нужно прямое авиасообщение между Цюрихом и Нур-Султаном, потому что люди должны сближаться. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и доверия, резюмировал президент Казахстана. Но даже после официального завершения встречи на самом высоком уровне у парадной аккорды швейцарского лидера еще долго ожидал кортеж. А это значит, что диалог главгосударств продолжился снова за закрытыми дверями. Зарина Ахмеджанова, Азамат Семетов, Итоги дня.